Выгнав из страны, посадив тюрьму и заставив замолчать противников войны среди оппозиции населения России, диктатор Путин теперь разобрался с ее сторонниками, которые осмелились выступать против позиции. Все идет по плану. Вадимир Владимирович, заткнись просто, молчи лучше. И нам не будет за тебя стыдно, и за то, что в нашей стране такой президент. И враг не будет изгаляться. Игорь Гиркин-Стрелков был одним из немногих, кто позволял себе выпады лично в сторону Путина. Его критику долго терпели, но после бунта Евгения Пригожина скандалиста тоже решили убрать из публичного поля. И Пригожин, и Гиркин не стеснялись разносить Минобороны и власть, затеявшую войну. Огромное количество территорий потеряно. Солдат убитых в три-четыре раза больше, чем это в документах подается наверх. После Пригожинского бунта выходного дня хозяин Кремля за два месяца расправился с самыми громкими голосами, критикующими его так называемую СВО. Гиркин, прямо называющий Путина ничтожеством, взят под стражу до 18 сентября за призывы к экстремистской деятельности. Произошло это через три дня после того, как он назвал президента России трусливым бездарем, которому в голову не приходит передать власть кому-то по-настоящему, дееспособному и ответственному. Пробуйте, ребята, пробуйте еще. А если не получится, вам ничего не грозит, потому что я бескребетная мокрица. И не могу наказать тех, кто заставил меня, собрав манатки, бежать в самолет и срочно улетать в Петербург. В июле директор ЦРУ Ульям Бернс предупреждал, что рано или поздно диктатор отомстит за унижение, нанесенное его режиму быстротечным мятежом Вагнера. Под чистки попал и генерал Суровикин, которого подозревают в том, что он как минимум знал о бунте и, возможно, ему содействовал. Сам Пригожин не раз восхвалял достоинства генерала. В итоге Суровикин после десятков дней вне поля зрения СМИ оказался в отставке. Об этом сообщили на этой неделе. Но участь Пригожина оказалась гораздо непригляднее, чем Гиркина и Суровикина. У Пригожина отобрали военную технику, отобрали снаряды, его начали мочить по телевидению, начали отбирать его активы. Да, ему вернули какие-то личные вещи и не отстранили его от, например, комбината кормления. Но, тем не менее, его публично уничтожили и не оставили от группы Вагнер вообще живого места. Но это было лишь начало. Окончательно разделались с Пригожиным ровно два месяца спустя после его бунта. В СМИ пишут, что произошедшее задержание, отстранение и даже убийство – сигнал всей элите. Бывший повар не мог так просто разъезжать по России после предательства своего хозяина. И срок в два месяца нужен был для того, чтобы провести собственное расследование. Кто еще причастен к бунту? По словам экспертов, убийство Пригожина укрепит позиции Путина в среде элит, но ослабит в глазах общественности. Из-за обиды и амбиции диктатора произошло убийство якобы патриота, желавшего победы над врагом и наведения порядка во власти и армии.